Белоруссия Футболисты Гомеля в первом матче 1-16 Кубка Белоруссии играли против команды Кобрин. Без особого труда поединок зелено-белые выиграли со счетом 2-0, дубль на счету молодого нападающего Александра Янченко. Гостевая победа стала первой в текущем сезоне. Отметим, что к этой встрече гомельчане готовились серьезно, отрабатывая на тренировках многие тактические комбинации. Конкретно готовимся к сопернику Кобрин. Много позиционной атаки, много стандартов. Сегодня занятие у нас будет тактического плана. Провести позиционную атаку и наоборот. Другая команда будет из-под прессинга выйти и провести быструю атаку. К слову, в матче против Кобрина отсутствовали фамилии двух лидеров команды Геннадия Близнюка и Александра Данилова. Опытным футболистам тренерский штаб дал возможность отдохнуть. Молодым ребятам выпала хорошая возможность проявить себя. В этом сезоне гомель как никогда молодился. Средний возраст команды не превышает 24 года. Есть разные плюсы и есть разные минусы. Если мы поставим философию клуба развивать своих и на это ставим, тогда, конечно, это плюс. Если мы хотим добиться какого-то результата, который я всегда против, все равно команда создается не за неделю, не за месяц. Поэтому будем надеяться, что в следующем году ребята наберут опыт и уже будут у нас совсем другие цели и задачи. Опять же, говорю, одна команда была весной, сейчас намного продуктивнее команда играет, качественнее. Но, опять же, нехватка опыта, мастерства. Я надеюсь, что это все в процессе мы наберем. Более того, на данный момент за гомель играют исключительно воспитанники клуба. Как известно, Павел Ситко, Евгений Савастьянов и Алексей Гаврилович подали заявление в Белорусскую Федерацию Футбола на получение статуса свободного агента. Впереди у гомеля ответная встреча с Кобрином и непростая игра с баты. Субтитры создавал DimaTorzok